Продолжение следует... 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 Я не виновен! Если ты не виновен, то суд присяжных помилует тебя. Я слышал, у тебя раньше была часовая мастерская. Можешь починить эти часы? И зачем мне это делать, если вы меня за решетку и засадили? Я знаю, что ты не виновен. Дай-ка поглядеть. Странные какие-то часы. Но уверен, что я смогу их починить. Думаешь, я их зубами починю? Возвращайся, когда у тебя будут инструменты. Также выруби этот балаган и включи запись терминвокса. Ага, сразу же. Для того, чтобы нам включить запись терминвокса, нам нужно пробраться будет на радиостанцию. Но пока что мы этого сделать еще не можем, к сожалению. Так... Так, новых заданий не добавилось. Окей. Радио включено и настроено на частоту 198,7 FM. Не могу выключить, ручка отсутствует. Радио в паре на шкаф. Шериф оставил его включенным в качестве пытки. Нормально. Так, чувак, а может ты мне скажешь, где я могу достать инструменты? Я Анисон! Можешь обрабатывать этот герой? Это все Агент 3. Я всегда знал, что ты не виновен. Вот мои герой для вас. Ну, ты думаешь, я их зубами починю? Возвращайся, когда у тебя будут инструменты. И откройте этот ужасный звук и играй мне музыку. Так, ладно, я тебя понял, чувак. Возвращайся. Пейджин Брозы Плумбинг. Электрические и паранормальные исследования. Пейджин Брозы Плумбинг. Электрические и паранормальные исследования. Мы не хотим монки-реча вокруг. Хм. Возьмите нас в телефоне для помощи с ликами, спарками и фрайками. Угу, то есть их можно найти в телефонной книге. Ну, ладно. Так, я хочу сходить в банк. И по возможности сводить туда вообще всех. Ну, если там есть какие-то персонажи для общения. Восхитительно. Только начало шестого. Это рекламный флайер банка. Откройте счет сегодня и получите бесплатный тостер. Круто. Звучит сигнал. Звучит сигнал. Звучит сигнал. Ваши деньги в наших руках. Ага. Вы со мной разгрыз? Вы со мной заигрываете? Хотел бы я, чтобы они прекратили звонить. У него ключ от фабрики. Аааа. Извините. Я за вами наблюдаю. Вы не можете просто так брать вещи. Вы в банке. Я федеральный агент, и мне нужно конфисковать этот ключ. Мне все равно, кто вы. Со мной такой номер не пройдет. Да ты пес, твою мать. Так. Звучит сигнал. Здравствуйте. Собственно, первые деньги. Твои деньги в наши руки. Извините. Я тебя смотрю. Ты не можешь просто взять мои вещи. Это банк. Так, всю рот свою поганой закроем. Я федеральный агент, и я нужна фабрика. Я не волнуюсь, кто ты. Ты не можешь иметь. Это абсцентный телефон? Я думаю, что эта картина мне знакома. Дешевая картина. Думаю, на нем написано «Подушечная фабрика». Один из этих новых беспроводных телефонов. На нем нет обратного номера. Это маленькая деревянная фигурка животного. Здравствуйте. Собственно, первые деньги. Твои деньги в наши руки. Я должен подождать, когда он закончен разговор. Я должен их держать долго, чтобы тратить звонок. Как я могу помочь, сэр? Кажется, этот ключ важен. Могу я его взять? Извините, я не могу вам дать этот ключ. Это закон. Это слишком плохо, мистер Эль Пауло. Придется прибегнуть к другим мерам. Угу. Вы что-нибудь знаете о Чаке Эдмонде? Его обожал весь город, и он был самым преданным клиентом нашего банка. Мы всем скорбим по мистеру Эдмонду. Сожалею о вашей потере. Спасибо, сэр. Угу. Вы знаете, почему в фабрике такая современная система охраны? Фабрика в плачевном состоянии не следует туда ходить. Огонь сильно повредил знания, и я уверен, что семья Эдмондов не желает получать никаких легкомысленных судебных исков. Но при этом я понимаю, что на фабрике все еще остались множество ценной подушкотронной техники. Поэтому мы не даем никому ключ до того момента, кто не огласит завещание мистера Эдмонда. Понимаю. Вы управляющий этого банка? Совершенно верно. Меня зовут мистер Эль Пауло, управляющий надежных начальных накоплений. Я слежу за всеми ежедневными операциями банка. Могу ли я спросить, почему бюро так внезапно заинтересовалось моей работой? Не переживайте, я просто болтаю с вами, мистер Эль Пауло. Вы слышали об убийстве? Конечно. И каждый день в Тимбалвит-парке происходит убийство. Думаете, это сделал Вилли? Не уверен. Какие бы там ни были проблемы у Вилли, не думаю, что он совершил убийство. Понимаю, но все улики против него. Может и так, но не думаю, что это его рук дело. С Вилли будет все в порядке. Если это не он, то суд признает его невиновным. Говорите, что хотите, но это не изменит того, что, возможно, невиновный часовщик сейчас присыпает в тюремной камере. До свидания, мистер Эль Пауло. Если вы хотите накопить деньжат или посоветоваться по кредиту, составляете приятно. Но двери закрыты. Пылинок нету. Так, она все еще здесь, эта госпожа у нас летает. Ой, это же городская управа, а я в банк хочу. Здравствуйте, первые зарплаты, твои деньги в наших руках. А, 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 а вы приходите к мне? Эти обслуживающие звонки, как я могу помочь, мадам? Чем вы тут занимаетесь? Меня зовут мистер Элли Пауэлл. Понятно, он все то же самое говорит. Я занимаюсь каждым деньгами операций в банке. Можете я спросить, почему феды интересуются в моем работе? Вы не можете. Да, я просто с вами болтаю. То есть, ну, диалоги не кардинально отличаются. Если вы хотите зарплаты или зарплаты, пожалуйста, заходите сюда. Я не могу. 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 Нет, вы не поздороваетесь со мной. Ну, подожду, когда этот пидер договорит. Я думаю, что это говорит «Пилов-фактория». Эти обслуживающие звонки становятся интересными. Что вы тут забыли, мистер Клоун? Мне нужен этот ебаный ключ. Кейт! Извините, я не могу дать вам ключ никому. Ну и пошел ты нахуй, мистер банковский мудак. Это ограбление. Дай мне все ваши никчемные деньги. Вы угрожаете вот этим? Водяным пистолетом? Вашим шариком? Блин, вот кто из вас ебаный грабитель. Мистер Клоун, ваши шутки не были смешными еще на вечернем шоу. В моем банке они смешнее не станут. Я хочу подать на ебаный кредит для бизнеса. Если вы имеете ввиду те ужасные клоунские куклы, мистер Клоун, то мы уже об этом говорили. Мой ответ – нет. У меня есть еще охуительные идеи, пидор. Хранитель капканов Клоуна Ренсома. Он открывает рот и ругается на ребенка. Что-то типа «Домашку делай, мелкий пидор!» Мы на них поднимем дофига бабла или что-то... Блин. Ну и пошел ты в пизду. Почему ты ненавидишь идею моей куклы? Я не думаю, что это ваша лучшая идея, но я думаю, что вы переоцениваете вашу популярность, мистер Клоун. У вас нет залогового имущества и с тех пор, как вы объявили себя банкротом, ваши кредиты, короче, не выплачены. Проще говоря, банк не будет давать вам денег. Это твоя мамаша шлюха не будет так рисковать. Пошел нахуй, короче. До свидания, мистер Пиздозвон. Как мне улучшить кредитную историю? Может, я могу кому на лапу дать или блюдце полизать? Серьезно, кому нет... кому-нибудь вообще тут дали кредит? Мы таким не занимаемся, мистер Клоун. Вы сможете выпустить эти ваши куклы только если найдете богатого инвестора. Охуеть. Какой-то там, типа... какой-то Пипа Фейс. Ну, не пиздозвон точно, короче. Я должен esperar, пока что он с телефона не будет. Ох, вы... Вы меня приколеете? Эти обусыные обслуживания становятся взрослые. Как я могу помочь, мисс Эдмунд? Могу я забрать этот ключ от фабрики? Извините, мисс Эдмонд, я не могу дать ключ даже члену семьи Эдмонд Очень плохо, мистер Эль Пауэлло Я еще могу получить доступ в семейную банковскую ячейку? Боюсь, что нет Ваш дядя закрыл вам доступ, как только вы уехали из города Полагаю, вы не можете сказать, снимал ли мой отец деньги или клал что-нибудь на счет в последние несколько дней? Нет, так мы нарушим конфиденциальность наших клиентов Тоже верно У меня все еще есть счет в банке? Я обналичиваю все мои чеки в продуктовых магазинах, потому что больше чем уверена, что дядя контролирует все мои банковские операции Ваш дядя закрыл все аккаунты, записанные на ваше имя Понимаю Какой вид кредита может получить игровой разработчик? Хорошая шутка О, да вы не шутите? Ну, я могу оформить вам одну из наших божественных государственных кредиток с лимитом 100 долларов и процентной ставкой в 1300-200 процентов Этот номер не пройдет, пожалуй откажусь Как дела в банке? Очень хорошо, спасибо, что спросили миссис Эдмонд Думаю, раз в городе закрылись почти все дела, у банка закрылись почти все? Не совсем Ваш дядя вложил в нас достаточное количество денег, чтобы регулировать упадок этого города Понятно Я не знал, что дела о дяде Чаке шли так хорошо Я имею ввиду, что подушечная фабрика закрыта уже долгие годы Верно, но в последние годы фабрика вашего дяди начала развивать несколько другие важные активы Это было вполне достаточно Какие активы реализовал мой дядя? Скорее всего, не могу сказать, мисс Эдмонд Конфиденциальность банка, клиента, так сказать Может, вы узнаете больше на чтении завещания? Возможно До свидания, мисс Эдмонд Ага, так, значит нам нужно как-то все-таки почитать это завещание Мне постоянно кажется, что пылинка вон там есть Да, она есть там Блин, а какая хитрая пылинка Хе-хе-хе-хе-хе Попалась хитрая пылинка Так, ну что мы будем делать дальше? Ой, я не туда позвонил 4468 Оха, ты ровешь ты ernst, афтибранд Мм, не уйдет каузе Пожалуйста, дайте мне одну информацию Что-то какая-то жизнь произошла Добро пожаловать в Hintron 3000 Как могу я помочь тебе? Так, по отелю и Тимбалкону Это что это такое, не знаю По адвокатам и завещания, по поводу передвижения По поводу поиска пропавшего адвоката Кто-то говорил уже с адвокатом, может быть, они знакомы Ни фига себе Может, она даже у меня с собой О, да ладно Она все время была с... Это мой фига-экс-лайверный бизнес-карт Брэнд Биливик-JD Легальные проблемы? Мы сгруем их для тебя Я в телефонной книге Я в телефонной книге со мной То он точно разобрался Так, понятно Ну-ка еще раз Это визитка моего бывшего ебаного адвоката Брэндом Брэвик-JD Проблемы с законом? Разберемся с ними за вас Я есть в телефонной книге Со мной то он точно разобрался Так, ладно Отдадим эту визитку ей Потаскай-ка немного это говно Так, идем на улицу На улицу А Там есть телефон И книга, насколько я помню И, насколько видите, я ошибся Кстати, а что на месте этого бомжа теперь? Его просто нету И даже огонь не горит Очень жаль Приемник монет залит клеем Кнопок почти нет Нет, а шнур вообще перерезали А как он звонит? Ну как-то он выглядит нормально Ну как он тогда звонит? Не работает Ну как он тогда звонит? Действительно Жесть какая-то Так, как зовут адвоката? Это визитка адвоката Брэнд Бэйвлик Брэнд Бэйвлик Бэйвлик Брэнд Бэйвлик Ага Вот он 24-65 Так Так Из-за сопняка, собственно, позвоним Так Телефон у нас, по-моему, только в библиотеке есть Да? Блиночка Привет, это Брэнд Брэйвлик Проблемы с законом? Тогда вы позвонили нужному человеку Вы можете найти меня в Тимбалконе, 87, где я даю юридические консультации Приходите к моему лотку Где я тебя могу найти? Ааа, кто-то же, кстати, разыгрывает билеты туда Хм На Тимбалконе Блин, а где я найду этот Тимбалкон? Жесть какая Эй, если ты тут по поводу викторины, то звони, как и все остальные Ну, удачи, все линии заняты Мы переставляем нашу хостельную текуровую музыку Нон-стоп-музику с таким важным сообщением Ты слушаешь KSCUM 198.7 на своем FM-дайле И теперь возвращаемся к нашей специальной хостельной текуровой песне Значит так, нужно ей позвонить Лампы нет, телефонные линии к КСКам не работают Так, возникает вопрос, как нам позвонить туда? Так Я тебе не доверяю Понятно Так Так, секунду КСКум Даже так Ага 72, 86 Есть слишком много интерференций, чтобы получить сигнал в селе Отсюда, может быть Извините, номер, который вы набираете, временно не обслуживается Ага Ага, телефонная линия перезагружается 72, 86 Привет, звонящие, вы с дозвонились на КСКам Алло Правильно ответьте на два из трех вопросов и выиграете четыре билета на Тимбалкон 87 Первый вопрос таков Где проходили летние Олимпийские игры 1980-го года, которые бойкотировали? Кто бойкотировали? А я не успел прочитать Ну пусть Москва будет Правильно Вот и второй вопрос Кто был президентом США в 82-м году? Так, Ричард Никсон, Джордж... Так, подождите Сейчас мы, сейчас мы вызовем Google Кто был президентом США в 1982-м году? Рональд Уилсон, Рейган Ага, Рональд Рейган Верно И последний вопрос Какой номер у Дженни? Какой мать вашу жопу Дженни? Это что-то, не знаю, это что-то сложное, американское У какой Дженни? Я не могу ни на кого переключиться Пусть будет вот этот, он самый простой на звук Как мне кажется Нет, ответ не верный Посмотрим, какой у вас результат Вайс трех Не все верно, но достаточно для выигрыша Вы выиграли 4 билета на Тимбалкон 87 Вы можете забрать их на стойке администратора в Эдмонд-отеле Как вас зовут? Эм, зовут? Агент Рейган Рыбка Фредди Я играл в Рыбку Фредди в детстве У меня было много игр Не твое дело Кейт Капсайз Дэйв Миллер Ну пусть агент Рей будет Спасибо и мои поздравления А теперь вернемся к нашему запланированному силовому захвату радиоволн Добро пожаловать в Эдмонд-хотел Самый красивый отельюченька в округе Тимбалвид Чем могу быть полезен из себя? Так, привет, у вас должны быть билеты на Тимбалкон на мое имя Да, у меня и правда на руках билеты для победителя викторины радио КСК Можно узнать, ваше именюсенько, пожалуйста Ага, да, вижу, ваше именюсенько в списках Чем я еще могу быть полезен из себя? Привет, шериф, почему вы подрабатываете управляющим отеля по вечерам? Привет, шериф Почему вы подрабатываете управляющим отеля по вечерам? Ой-ой-ой, осенький, я не шериф, а управляющий отеля Шериф вечно твердит это свое надоедливое шк От меня вы так усенького не услышите? Конечно, пофиг Что нынче происходит в отеле? Тимбалкон открыта по записюсеньке Там записано, что придет всего два человека Если вы не будете говорить все ваши мысли вслух, я буду очень радонюсенек Кроме Тимбалкона, больше не чегусеньки Определенно, едой у нас больше не нравится Определюсьеньки Что нынче происходит в отеле? Тимбалкон открыта по записюсеньке Ну, понятно Если вы любопытно разговариваете от голоса каждого слова Я, для одного Абу, очень радостно Огромное, чем Тимбалкон? Нет, Абу Конечно, не больше случаев о том, что это было Наверное, нет, Абу Я собираюсь посмотреть ваш занятный вестибюль До свидания, хорошего вечерюсеньки Там кто-то ходит, говорит с драконом Так, Тимбалкон, отлично Вторая самая большая конвенция нердов и гиков Тимбалвид парка Слушайте радио КСК, мы выигрываете билеты на Тимбалкон 87 Круто, у нас есть четыре билета Мы можем вчетвером сходить туда Так, я тут Давай мой билет Люблю вещички носить Дик, дик Оу, оу, ну я знаешь, правда мертв? Я только, ну знаешь, осознал Я больше не смогу обнять мою Долорес Я так и не сказал ей, как горжусь тем, что она получила работу в геймдизайне Я слишком, ну знаешь, боялся реакции Чака Теперь я мертв Я не помню, кто меня убил или почему я заточен в этом отеле Заточен в этом отеле Нужно как-то отсюда выбраться Должен же быть путь, волшебная книга или заклинание О, Франклин, вот ты уже тронулся Такое же только в играх, возможно Ага, понятно Лифт не на этом этаже, он говорит Не могу больше скучать, поговори со мной сейчас же Ладно, я не шибко хорошо, ну знаешь, с незнакомыми разговариваю, но я попробую Итак, Клара, как это, ну знаешь, жить и быть привидением? Итак, Клара, как это, ну знаешь, жить и быть привидением? Начнем с того, что это не жизнь вовсе, конечно, но ты же знаешь, что я имею в виду, ну каково это? Ты привидение, и все тут Ну, почему ты такая, ну знаешь, вечно грустная? И правда, я не вечно грустная Я просто немного хочу кушать, и поэтому злюсь Со мной тоже такое бывает, для этого должен быть термин Что могут привидения, ну знаешь, есть? Привидением сложно найти еду, которую они могут есть Я всегда очень любила торт-мороженое Но я трачу в этом тупом лифте, и я не могу найти кусочек Ну, это, короче, то же самое Но Ксавье говорит, что я не могу покидать лифт, понятно Могу я, ну знаешь, пожалуйста, подняться в пентхаус Могу я, ну знаешь, пожалуйста, подняться в пентхаус? Нет, ну пожалуйста Нет, ты мне не друг, я тебе ничего не должна Пока, Клара Все с тобой ясно Ага Попасть в пентхаус, достать Кларе и Дэн Может быть, я должен просто найти билет, чтобы пройти в пентхаус Так, мы не отдали клоуну билет Да в пизду тебе Так Тоже дую в отель Так Большое спасибо Ой-ой-ой Ой-ой-ой Так, ну-ка «Брызгай и морозь». Странно. Говорит с клоуном Ренсомом. Я прямо тут. Долорес, это я, папа. Долорес, ты меня видишь? Я стою прямо тут. Я хочу обнять тебя и сказать, как мне совестно. Хотел бы я, ну знаешь, заступиться за тебя перед Чаком. Я очень горжусь тем, что ты получила ту работу программиста. Ты последовала за своей мечтой и не дала Чаку вставить тебе палки в колеса. Хотел бы я быть, ну знаешь, таким же сильным, как ты. Хотел бы я дать отпор Чаку. Чак всем помыкал, но его все прощали, потому что он был обаятельный. Я это все видел, ну знаешь, но молчал. Прощай, Долорес, я скучаю. Ага, понятненько. Ну, вернемся к работе, Кабу. Назад на работусеньку. Ты не пройдешь, если сначала не покажешь мне билеты. О, и, конечно, добро пожаловать на Тим Балкон. Ага, все с тобой понятно, мужик. Пока. Так, окей, у нас у всех есть билеты, но предлагаю на Тим Балкон сходить в следующей серии. Вот, потому что я хочу... Да, и на Тим Балкон сходим в следующей серии. Я сделал небольшой перерыв и сразу же продолжу дальше запись.